С дорогами беда, до канализации никому нет дела, в управляющей компании не достучаться. Ответственные лица за свои обязанности отвечать не торопятся, на жалобы жильцов не реагируют. Посмотрим, на что в этот раз закрыли глаза коммунальщики. Управляющая компания бездействует, заявляют жители дома на Пролетарской 165, где правда и можно ли сменить управляшку. На каждом этаже вот такие трещины уже идут по дому и собственно текущий ремонт также не осуществляется в доме. На любой этаж можно зайти и можно увидеть, что штукатурка уже отлетает. Где-то уже наверное не отлетел. Бесхозная яма и канализационная труба. Барнаульцы бьют тревогу из-за вони в подъездах. Они мне пишут одно, что должен ремонтировать собственник. На чем балансе стоит эта труба? Вот. Это мне администрация Ленинского района отмечает. А вы не понимаете, кто собственник? А мы не понимаем, кто собственник. На нашем балансе труба не стоит. Водоканал говорит, что на их балансе тоже не стоит. Море у магазина после дождей. Кто должен устранять проблемы на дорогах Наукограда? Сделали вот эту дорогу, а все равно там лужа-то стоит. Она никуда не девалась. Как было, так и есть. Вместе с ключами от заветной квартиры в самом центре города жители получили еще и головную боль в лице управляющей компании. Ее, по словам самих жителей, просто навязали. В свою очередь, управляшка даже бордюры покрасить не удосужилась. И это еще мелочи. За три года после введения в эксплуатацию этого дома жильцы больше не видели реальных действий от управляющей компании. К примеру, на косметический ремонт в подъезде, грубо говоря, забили. На каждом этаже вот такие трещины уже идут по дому. И, собственно, текущий ремонт также не осуществляется в доме. На любой этаж можно зайти и можно увидеть, что штукатурка уже отлетает. Где-то уже, наверное, не отлетела. Похожая ситуация и на балконе. Стяжка отшелушивается, окна остаются под слоем пыли. Это после множества письменных обращений к управляющей компании. Справедливости ради отметим, что жильцы клининговую компанию здесь все же видели. Правда, один раз за три года. Идем дальше, в подземную парковку. Освещения здесь практически нет. Вынуждены пользоваться вот этим светом, который настояли, который называется принудительный через включение выключателей. Но однажды, рассказывают жители, заложником темноты оказался ребенок. Ребенок спустился на парковку и выключили свет. И смысл того, что она не смогла отсюда выйти, была полностью закрыта, ни ворота не работают, ничего. Писали в охрану, охранник спустился. У него был ключ от какого-то чужого помещения, ну, имеется в виду. И он через это служебное помещение зашел сюда, вывел ребенка. Потому что по-другому, если бы возникла пожарная какая-либо ситуация или что-то, отсюда нельзя эвакуироваться. При закрытых нет запасного выхода. Прокуратура писали, прокуратура отписала, что он есть. Но об этом еще не так и не знает. Обращение жильцы писали в УК «Взлетную», но остались без ответа. Организацию, к слову, не выбирали. Она уже была назначена на момент сдачи дома. Нам же в управляющей компании ответили, что проблем в доме действительно много. Они указаны в дефектной ведомости и уже направлены к застройщику. Ведь дом еще на гарантии. А сейчас подавляющая большая... Ну, как бы, в основном, вот все проблемы, которые у УКР стоят, это касаемо ответственной зоны ответственности застройщика. Жильцы же отчаялись и уже решили сменить управляющую компанию. Для этого устроили общедомовое собрание, где половина жителей выступили за смену УК. И этого было бы достаточно. Вот только в ответ от организации, по словам жильцов, прилетела другая бумага, где те же люди якобы выступают за сохранение управляшки. У людей закралось подозрение, они подделывают ли их подписи. Заинтересовал случай депутата городской думы Вячеслава Перерядова. Он представляет интересы барнаульцев, проживающих в этом округе. Нужно собирать собрание жильцов, собственников квартир и принимать решение, все-таки какая управляющая компания будет в дальнейшем сопровождать этот дом. Депутат даже дал обещание присутствовать на одном из таких собраний и вместе с жильцами составлять претензию в адрес застройщика на основе реальных дефектов. Будет ли толк от этих разбирательств, покажет время. Еще несколько дней назад эта яма несла прямую опасность здоровью детей. Только родители в сторону, детское внимание переключается на сей объект. Правда, сейчас яму огородили, но когда проблема решится полностью, большой вопрос. А перегородили яму сразу после нашего приезда по очередной просьбе жителей. Дыра в земле возле подъезда образовалась несколько лет назад. Затем становилось все больше. А детей огородить пытались сами, положили колесо, но и оно провалилось. Беда еще и в другом. Эта яма напрямую связана с канализационной трубой. Ском забивается труба, и там соединение, оно расходится под давлением воды. Оно расходится, и вся канализация, за которую мы платим водоканал деньги ежемесячно, типа она уходит, идет нам подвал, понимаете. А из-за того, что канализационные стоки уходят в подвал, запах в подъезде и квартирах на первых этажах стоит соответствующий. Жильцы практически каждый день вызывают аварийную службу. Та протечку устраняет, а за причину всех бед не берется. Мол, кому принадлежит территория, тот пусть проблемы и решает. Жители же в поисках истины направили письмо в администрацию района. Они мне пишут одно, что должен ремонтировать собственник, а на чем балансе стоит эта труба. Вот, это мне администрация Ленинского района отмечает. А вы не понимаете, кто собственник? А мы не понимаем, кто собственник. На нашем балансе труба не стоит. Водоканал говорит, что на их балансе тоже не стоит. Жильцы четвертого подъезда за свои средства проводить работы не собираются. Это порядка 50 тысяч рублей. В конце концов, должен ведь быть ответ на вопрос, а чья труба? Сейчас по этому поводу управляющая компания «Жилфонд» собирается судиться с водоканалом. Мы даже согласны были сейчас сделать себе в убыток ее, потом уже разбираться. Но люди высказали, что если вы сейчас сделаете, то с водоканалом мы ничего не поимеем. Так что давайте лучше подождем, но пока делать ничего не будем. А пока жильцы продолжают вызывать аварийку и терпеть вонь в подъезде. Чем закончится эта история, пока загадка. Эта яма уже успела стать достопримечательностью Бийска. После дождя или по весне ее так и называют – лужа на декабристов. И все горожане знают, что это место нужно объезжать или обходить. А на носу лето, и если большой воды нет сейчас, то она все равно появится после первого жиливня. Поэтому подойти к торговому центру можно лишь в резиновых сапогах. И каждый год, говорят горожане, картина одна и та же. Невозможно и лужи, и вот эти ямы попробовать. Просто любой водитель меня поддержит, потому что проехать здесь невозможно. Вот так разливается, и надо обходить аж вот так вот, чтобы попасть в магазин. Так что и долго она тут стоит, потому что некуда стекать в воде. Ну, у нас выручка очень сильно падает. Потому что даже из магазина выходишь, даже машин нет, ни покупателей нет, мало кто заходит. Ну, те, кто рядом живет, еще может как-нибудь пробраться. Руководство торгового центра считает, что вопросом благоустройства этой территории должны заниматься городские власти. Те же, в свою очередь, заявляют, что парковка – это все-таки зона ответственности самого ТЦ. А вот проезжую часть напротив город отремонтировал в рамках нацпроекта. И даже регулярно пропадавший под водой пешеходник перенесли. Но жители продолжают высказывать недовольство. Сделали вот эту дорогу, а все равно там лужа-то стоит. Она никуда не девалась. Как было, так и есть. А уходить в воде после дождей и некуда, разве что испариться. На ливневой канализации решили, видимо, сэкономить. Проблема с лужами на этой территории решается, насколько это возможно, заявили нам в мэрии города. На этом все. Напоминаю, если у вас есть коммунальная проблема, о которой вы хотите рассказать, оставляйте заявки на сайте телеканала «Толк», звоните в редакцию или пишите комментарии в социальных сетях. Это была программа «Коммунальный патруль». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин